В одном из ведущих инновационных колледжей Кыргызстана состоялась долгожданная встреча с британской писательницей Холли Веб, которая впервые посетила страну. Мероприятие, прошедшее в Мейкерспейсе, привлекло поклонников ее творчества, включая как детей, так и взрослых. Камила Абдрахманова учится в шестом классе и очень любит читать. Эту любовь к книгам ей привила мама, увлекая ее произведениями всемирно известной писательницы Холли Веб. Я сначала не любила читать, потом мама сказала каждый день три главы читать и пересказывать, и вот так я начала любить читать. Хранитель Пенхалу вроде бы два раза перечитывала, и вот это вот читаю. Вот этой книжке мне очень понравилось, но мне не понравилось то, что бабушка этой героине не разрешает заводить питомцев. А хранитель Пенхалу мне очень понравилось, потому что там девочка, она со всякими собаками гуляла. Я хочу все части этой книжки прочитать. Холли Веб – автор множества популярных книг, включая знаменитую серию «Амэйзи Хитченс». Рассказала о своем творческом процессе, поделилась, как появляются ее истории и ответила на многочисленные вопросы аудитории. Ее книги переведены на 30 языков, вдохновляют детей по всему миру, и встреча в Бишкеке не стала исключением. Чтение – это ключевой инструмент для развития эмпатии у детей, позволяющий им понять чувства других, включая сверстников и животных. Важно, чтобы ребенок хотел продолжать читать после знакомства с литературой. К сожалению, уровень и объем чтения по всему миру снижается. Чтобы изменить ситуацию, необходимо создавать увлекательные книги, обсуждающие реальные проблемы и опыт детей. Поддержка активного чтения в школах и домах, а также организация мероприятий, таких как встречи с авторами и книжные клубы, могут стимулировать интерес к чтению. Главная цель – сделать чтение увлекательным и полезным занятием, открывающим новые миры и идеи. Во время встречи писательница организовала интерактивное занятие для детей. Участники имели возможность задать вопросы, и автор рассказала о том, как она создает свои произведения. Это позволило юным поклонникам глубже понять процесс написания книг и узнать больше о своих любимых героях. Как вам известно, является на сегодняшний день одной из самых популярных, самых читаемых авторов для детей. Ее читают дети с возраста, когда они уже учатся читать, до старшего подросткового возраста. И ее книги огромными тиражами распродаются по всему миру. Это бестселлеры. Она на сегодняшний день написала 167 книг. Вот 167 книга сегодня выходит. И, на мой взгляд, ее творчество и ее визит к нам в Бишкек по приглашению инновационного колледжа важно по двум причинам. Во-первых, успех ее книг свидетельствует о том, что молодежь, особенно дети, продолжают читать. Мы видим, что с развитием смартфонов, гаджетов различного рода, социальных сетей, различных развлекательных приложений, видеоигр, существует серьезная угроза для интеллектуального, умственного развития будущих поколений. И такие писатели, как Холи Веб, они идут против течения. Они продолжают писать книги для тех, кто готов читать. Министр образования и науки Авазбек Расулулу подчеркнул, что произведение Холи Веб планируется перевести на кыргызский язык, чтобы ее книги стали доступными для более широкого круга юных читателей в Кыргызстане. Это станет важным шагом в продвижении культуры чтения среди детей. Почему? Потому что популярная среди детей и среди их родителей. Потому что она пишет очень такие хорошие произведения, когда передает образы через животных. Я думаю, с русского на хыргызский надо переводить, причем потому что у нас в Кыргызстане, мы, к сожалению, должны отметить, что детская литература, она, есть потребность в произведениях, посвященных детям. Я думаю, может быть, после этой встречи, после того, как миссис Холи Веб нас посетила, такие идеи должны обязательно появиться, и мы должны в этом плане постараться. Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере. Участники получили автографы писательницы и вдохновение на дальнейшее чтение и творческое развитие. Айслу Мурзакова, Чунгыс Садыков, Утыркачуй, город Бешкек.